Учиться одно, а научиться другое. То же и с фанами. Смотреть бои на мягком диване с пивасом в руке – это одно, а вот почувствовать на себе удар профи-бойца – это совсем другое. Но не каждый это понимает и надеется, что в нем скрыта великая сила, которая проснется после хорошего и жесткого панча. Привет, мощнолапые мурашки! С вами Федорович, а пока фаны доедают пельмешки, чтобы было что выпустить наружу, подпишитесь на канал. Боишься – не делай, а делаешь – улыбайся. Именно так подумал начинающий кикбоксер с невероятной массой тюленя, когда попросил Марка Ханта, который известен всем своей невероятной силой удара, зарядить ему по пузу. Но прикол в том, что после мощного удара Ханта, я бы даже сказал со всей силой, и еще бы добавил, что Марк целился в солнышко, пацан мало того, что остался стоять на ногах, так еще и заулыбался. Даже не знаю, или теперь пацан будет гордостью страны и пойдет в профи, или Марк уйдет в запой, потому что не смог уложить новичка-жердяя. Болит палец, а не спит глаз. Но обычно из-за тупой башки страдает все тело. Особенно, когда у тебя хватает ума попросить зверюгу Алистера Уверима себя ударить. А Уверим уже не раз показывал репортерам и фанам, что с ним лучше не играться. Нет, он парень веселый, но его шутки для большинства, как забавы кота с мышкой перед обедом. Но все-таки раз в столетие рождается настоящий богатырь весом в 50 кило, который хочет проверить, не сломается ли кулак легендарного тяжеловеса, а его стальной пресс. Чтобы споймать тигренка, нужно зайти в логово тигрицы. А чтобы попросить великого Чака Лидола тебя ударить, нужно быть полным фриком, каким в принципе и является наш герой, снимая садомазохистские видео. Но ради славы можно стерпеть многое, и даже лоу-кик от Чака, который привел нашего монстра в неистовый восторг. Но этот парень оказался реальным монстром и попросил добавки по корпусу и в голову. Конечно, Лидл с головой дружит и не стал ее отбивать чудаку, а слегка ударил, но по корпусу приложился неплохо. Когда смерть пришла, и тысячу бут не помогут, а когда профи-боксер бьет в печень, ничего не поможет. Логан Пол, известный видеоблогер, который также занимается боксом и славится своими вызовами профи-боксеров, на одном из шоу попросил Райана Гарсию пробить ему корпус. Нужно сказать, что Гарсия особо не церемонился и всадил по полной. Логан, конечно, удар почувствовал, но нужно отдать ему должное. Не свалился, как младенец, скорчась от боли, несмотря на то, что удар был очень стоящим и в область печени. Вчерашнее яйцо сегодня уже птенец, а чудак, который просит себя задушить легенду, завтра будет рассказывать, как дрался с лучшим из лучших, но случайно проиграл удушающим. На одном из семинаров молодой и горячий парень захотел проверить на себе удушение Джона Джонса. В общем, пацану захотелось отъехать с экономим на беленькой. А что, нормальный способ. Главное, финал. Богач не бессмертен, а богатырь не вечен. Но отчаянные диванные бойцы вечно бессмертны. Пацан реально захотел получить ляща от Оркиза. И даже несмотря на то, что боец ударил его далеко не со всей силы, мужика болтануло знатно. Воробей делает гнездо рядом с домом. И только Орел может построить свое гнездо на вершине скалы. А только Хабиб Нурмагомедов может уйти из UFC непобежденным. Хабиб известен всем своим невероятным партером. Но не будем забывать и про его мощный удар, которым он потряс даже Макгрегора. Один из фанов на встрече решил проверить свой пресс. А заодно и силу Хабиба. Но Орел решил его подколоть и подловил ударом, когда тот был не готов. Так сказать, немного показал, что бывает в бою, когда прилетает неожиданный удар. Как ни высока гора, не отступай. Пойдешь, взберешься. А как ни страшен Чак Лидл, не отходи и вытерпишь. Ну, конечно, главное перед этим залить пол-литра для смелости и в качестве обезболивающего. Этот мужичок, наверняка будучи в состоянии бессмертного бойца пельменных, попросил Лидла ударить его в плечо, чтобы почувствовать удар профи. Но легко вытерпел первый панч и потребовал добавки в полную силу, которую также выдержал. Не знаю, или Чак стареет, или все-таки волшебная незамерзающая жидкость работает. Даешь не упрекай, просишь не ной, а получаешь терпи, тем более если сам попросил дать. На одной передачке очередной чудак попросил монстра Лидла ударить себя, но не сильно и без синяков. Чаки слегка ударил в плечо. Но пацан сказал что-то слабовато, как для бойца, чем не на шутку разозлил Лидла, который второй раз всадил по руке, что гораздо больнее и травмоопаснее, что в общем-то и почувствовал дерзкий чудак. Ловить змею чужими руками может каждый, а вот испытать жесточайший удар на своем прессе может не каждый. Дэвид Блэйн, знаменитый иллюзионист, решил показать всем, что он не просто фокусник, а еще и спортик. Ну а как это лучше всего сделать? Конечно попросить какого-то профи монстра, а именно Кимба Слайса, пробить с максимальной силой. Кимба пробил не по-детски. Наверное решил не играться с чудаком. Но несмотря на то, что Дэвида откинуло на пару шагов назад, он выдержал удар. А была ли это иллюзия или у мужика реально классный пресс, решайте сами. Кривое дерево ломается, а дерзкий человек умирает в муках. Особенно когда у него 40 кило веса и он просит профитяжа, известного своими мощнейшими ногами, проверить его держалку лоукика. Со стороны кажется, что Аверим вообще не бьет, а просто дотрагивается до ноги этого тигра. Но он отлетает, как сухое дерево от урагана. Главный кайф пацан наверняка понял на следующий день, хромая ближайшую неделю. Желудок насытится, а глаз никогда, как не поумнеет пивная голова. Какой-то фан, встретивший на улице Хабиба, попросил его проверить пресс, что с удовольствием тот и сделал. Но самое интересное то, как этот отчаянный воин понимал, что сейчас выпустит наружу вчерашний завтрак, даже несмотря на то, что он был готов к этому удару. Брюхо можно насыдить, но любознательность никогда. Конечно, бойца спецназа тяжело назвать чудаком, но все же, когда бойцы UFC проведали военных и дали им парочку мастер-классов, все-таки нашлись те, кто, одев на себя бронежилет, попросили себя ударить. И Чак ударил. Вот только похоже, что броник не сильно-то и помог. Вправде сила, в народе благо, а в ударе по пузу отрезляющий разум. На фото-встрече с фанами мужику одного фото показалось мало, и он попросил Джоану Анджейчик проверить его пивное пузо. Ну не верилось мужику, что баба может сильно ударить. Но даже несмотря на то, что Джоанна особо и не вкладывалась, ударчик получился смачный. Глупец, рассказывающий о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает. А хитрый фан, попросивший ударить себя в плечо, гораздо умнее тех, кто просит бить по животу. Все знают, что удар у обезбашенного Диаза не кислый, но сильный удар ни о чем, если он летит не туда, куда нужно. На это и рассчитывал фан, который теперь будет всем рассказывать, как выдержал удар от одного из братьев Диаз и даже не моргнул глазом. А вы бы выдержали удар от профи или затянули его в рюмочную, а через 2 литры уничтожили бы его на своем поле по своим правилам? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соц. сетях. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Подписывайтесь на мой канал.